Что такое E1 плюс 3E2 плюс 6E2? E1 плюс 3E2 плюс 6E2 Замечательно! E1 это вот 2S минус N плюс 2 3E2 это вот плюс 3N минус 12S минус 3 плюс 6E3 6E3 это 12S 12S числа E И что же у меня остается? 2S плюс 2N это минус 1 Ребята, получилась забавная форма Оказывается, площадь можно вычислить через N2 и N Мы сделаем так, я 2N и минус 2 пополам минус N плюс 1 вторая Согласитесь, что эта формула достаточно неожиданная Я выразил площадь многоугольника с целыми решениями через количество целых точек в его удвоенном виде То есть, когда его подвергнут на мадрите с коэффициентом 2 И количество целых точек в исходном углу Так, хорошо Теперь давайте пойдем к следующему столбасу Начинаем с B 2E2 плюс 3E3 Посмотрим 2E2 это 2N минус 8S минус 2 3E3 это 6S Замечательно Значит, B Это что такое? Это 2N минус 2S минус 2 Давайте S перенесем в другую часть И получим для той же самой площади Такую формулу, если нам попали N минус B пополам и минус 1 Так, давайте обсудим, как это связано с обычной формулой пик Обычно от формулы пика говорят вот так Внутренние узлы, половина тех, что лежат в вершинах или на островах И еще 1N минус 1 Ну, вообще-то Вы помните N это I плюс B Поэтому мы сидели на этой одной теме Заметьте Мы Не задумываясь отдельно на эту тему Доказали формулу пика Просто Вычислили эту формулу для величины B И Доказали формулу Что такое N-ката Когда я делаю N-ката, я за одной и третьей сделаю Да? E1 Плюс K плюс 1 E2 Плюс K квадрат Плюс 3K плюс 2 Пополам E3 Теперь Надо Просто вот те причины Отставлять И все будет хорошо E1 Это E2 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 Представляю Это N-4S-1 Ну и дальше я представляю Э3 Э4 Э4 Э3 Э3 Э4 Э3 Э4 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 И то же самое, когда k равно u, то есть наш многоугольник это просто одна точка, и, соответственно, получается, что свободный шлейт обязательно двинется. Поэтому все эти длинные вычисления на самом деле не очень разумны, но с другой стороны, ладно, наши представители. Итак, здесь k квадрат в единственном месте. Вот здесь действительно с коэффициентом s. s умножить на k квадрат. Теперь давайте посмотрим, какой будет коэффициент при k. Вот он откуда берется. Это n минус 4s минус 1. И еще здесь есть k в первой степени. Это будет 3s. Отлично, значит, 3s добавляется. То есть коэффициент при k это будет n минус s минус 1. n минус s минус 1. И, безусловно, должна быть единица, но давайте на всякий случай проверим, что для качества совести. Здесь вот это вот все без k, поэтому все надо считать. n минус 2s минус 2s минус 2s минус 1 будет. И еще здесь плюс 1. Ну да, все, плюс 1. Получилось. Получилось. Теперь пошли в форму пика. в форму пика. Что такое n минус s минус 1. И посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот здесь. n минус s минус 1. Это какой пополам. Ребята, просто-напросто пополам. Таким образом вычисляется величина n в капле. Скажите, а что такое n минус капле? Не в смысле, что фигуру подвергли каватете с коэффициентом минус k. Дело в том, что при центральной симметрии целая точка не изменится. А вот если тот многочлен вместо k подставить минус k. У нас получится s умножить на k в квадрате минус b пополам k и плюс 1. А давайте мы с вами сейчас задумываемся, что такое величина i в капле. Надо нашему гугольнику подвергнуть гомотетике с коэффициентом k и посмотреть там, сколько будет точек с целыми координатами строго внутри многоугольника. Я утверждаю, что формула будет ровно такая. Как и странно, в математике этот факт был доказан в 60-70-х годах 20-го века. То есть до этого его просто не замечали. И это вообще достаточно неожиданно. sKt это площадь, если сделать квадратик только раз. Это k в квадрат s. Это iKt плюс b пополам. Скажите, sKt это k в квадрате s. Это плюс о. СК. 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 СК.